здравствуйте мои дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем канале vita virtus на ю тубе огромное спасибо за ваши лайки за ваши отзывы за вашу обратную связь за ваши подписки к сожалению последнее время стало реже выкладывать видео но мест это очень большая запись очень много людей не успеваю просто делать просто физически а записывать видео ради того что просто записывать не хочется то есть несколько раз начинаешь просто останавливаю даже не потому что вижу когда вот видишь что не идет лучше называется не делать вроде бы созрела вроде бы решилась сделать хорошее видео записать поэтому сделаем сейчас подробный расклад посмотрим что у него на душе к вам но подробно что у него происходит доме что у него на сердце что него в планах что его волнует что зачем хлопочет что в его интересах что в любви с кем разговаривает с кем встречается вот три варианта выбирать нужно колоду потому что многие спрашивают а как что выбирать выбирать данном случае нужно колоду первый вариант это будет колода царь второй вариант это будет золотая колода ренессанса и третий вариант это будет висконте выбирать нужно колоду так первый вариант по классике на колоде царь посмотрим что загаданного человека на душе к вам сегодня так что у него происходит в его близком окружении все что у него происходит доме что никто не сейчас так выпал выпала фигурная карта король мечей давайте так чек страдания переживания депрессия любовные переживания однозначно те переживания в которых он сейчас находится они связаны с союзом скорее всего чаще проигрывается как с любовным союзом сейчас мы посмотрим подробно за кого он переживает но в данный момент эти чек в состоянии депрессии состоянии возможно предательств возможно все что угодно связано с партнером двойка кубков связано с каким-то союзом мужчина сам по себе не эмоциональный мужчина сам по себе холодные либо король мечей мужчина воздушного знака зодиака либо человек форме спортсмен иногда бывает поэтому данный момент мужчина переживает депрессивное состояние может уйти в себя может ни с кем не общаться находится в каких-то переживаниях что у него на сердце на сердце у него тайная жрица какая-то тайна женщина друг женщина очень близкая родная которая идет ему на удачу на сердце женщина хорошо страдает по ней можно сказать что страдает и по ней тоже здесь не совсем не выпала женщина чтобы какой-то женщине страдает здесь просто переживание из-за союза из-за какой-то любви состоявшийся не состоявшийся связанные там много связанные с работы связано с кем-то вложениями на вопрос переживает из-за тайной жрицы и да и нет но с тайной жрицей здесь тоже либо произошла спора либо какой-то спор либо какой-то конфликт и он понимает что он с ней на связь выйти не может на сегодняшний выйти на связь не может почему потому что не время потому что вот как-то повздорили либо что-то сказал обидел женщина очень интересно женщина ему верный друг могут быть к ней чувства либо еще еще может закрывать себя чувств к ней здесь такая на грани потери пока выпала только дальняя жрица поэтому я ее интерпретирую как женщину женщина действительно на удачу женщина достаточно успешная женщина достаточно обеспеченная что у него данный момент в надеждах и планах что загаданно учиться данный момент надеждах и планах надеждах и планах ему нужно помириться с королевой пентакли либо обновить отношения потому что здесь надеждах и планах у него женщина королева пентакли с которой нужно либо начать все заново либо прийти к какому-то новому миру зачем ему это нужно ему нужно с ней помириться так королева земного знака зодиака либо женщина с деньгами ему нужно с ней помириться потому что он теряет отношения он теряет то скука у него есть чувства к этой даме из каких-то обязательств он очень боится что начнутся проблемы на чем боится что у него будет очень много проблем связанных законом связанных с работой связанных с обязательствами связанных с чем-то что подписано официально документально он очень боится что ну как то будет ложь будет какой-то обман будут какие-то неприятные ситуации его это действительно волнует ему нужно прийти к миру с этой женщиной почему потому что он боится что из-за потери отношения с ней либо потери союза с ней у него могут начать серьезные проблемы что у него на душе к вам я не знаю кто из них вы знаете скучает тоскует ждет солнышко либо планирует с вами увидеться летом да либо просто скучает по вам по своему солнышку потому что вы у него ассоциируетесь как что-то радостное что-то теплое что-то может быть как семья либо как человек вот как на и как семья да никуда не денется всегда рядом с ним карта долгого ожидания либо давно не виделись но скучает тоскует причем давно тоскует скучает поэтому душе к вам грусть тоска может быть вы являетесь тайной жрицей ну не знаю кто из вас тут кто дамы пентакли это женщина состоятельная либо женщина воздушного знака и земного знака зодиака девательец козерог так о чем сейчас его хлопоты о чем он хлопочет не о ком не о чем он не хлопочет заврался придумал что-то очень много ложной информации и боится очень боится он не знает как по мудрому поступить с работой либо если у человека есть отношения здесь есть какой-то обман есть какой-то работой и если у него хлопоты то хлопоты связанные с тем чтобы вот как-то выйти из этой ситуации обманной ситуации запутанные ситуации связанные в работе будут как-то отстраняться кое-что если можно обучение ходить на работу то он не будет сейчас это делать что у него в интересах интересов его личная жизнь так люблю на какой-то треугольник да он думает он прокручивает постоянно в голове свои отношения здесь первый вариант скорее всего две женщины он пытается как-то выйти из этой ситуации он не знает что его волнует кто его именно волнует вы женщины больше волнует на сегодняшний день его королева пентакли потому что она давала ему надежду на какую-то стабильность она с вами тоже идет старший аркан снит как тяжелая ситуация трансформация но хлопочет он действительно вот его очень волнует его личная жизнь и реально мужчина запутался в женщинах либо там у него были какие-то ссоры скандалы разборки из-за других женщин да мужчина бы хотел семью мужчина хотел нормальных полноценных отношений как не может не способен если либо если женщина как-то что-то сделает я не могу сказать что это мужчина жена да не не у всех проиграется да действительно его волнует вопрос семьи его волнует вопрос вообще его будущей семьи его отношения работы над отношениями сейчас он в таком состоянии что он задумывается очень тяжелая серьезная тяжелая ситуация что человек либо в разрыве либо в какой-то ссоре что он действительно думает о том что может правда надо было что-то делать или надо что-то делать в отношении как-то вкладываться может действительно нужно взять на себя ответственность может и правда уже жениться но либо идти в семью либо как-то уже заняться семьей конкретно думает о работе над семейными серьезными отношениями полноценными отношениями, что в его любви нету никого сейчас любви, полностью потерян человек, его волнует вопрос заработка, его волнует вопрос денег его волнует вопрос того, чтобы он стал человеком депрессии он понимает, что он сам дурак, но не до любви точно, потому что такое разочарование во всем он вообще считает, что мужчина если он не имеет денег, не является победителем, не является героем победителем, человек, который в финансах выше стоит, то в принципе ничего из этого не получится, в его любви деньги, то есть высокое финансовое положение и добиться чего-то успеха, то есть потом можно уже от этого плясать, потом можно уже на что-то рассчитываться с кем он общается в данный момент ограничено в общении, общается только с близкими по семье и то не все договаривает только с очень близкими людьми, либо с руководством здесь в таком положении ну люди, от которых он зависит либо это семья общается ложно, ничего не рассказывает рассказывает, что у него все хорошо но ограничен вообще не хочет ни с кем общаться с кем он встречается, с кем он общается возможно есть какая-то переписка возможно есть какие-то звонки но конкретно либо с людьми, которые могут ему указать какую-то помощь, долгосрочную помощь, связями, то есть он сейчас встречается только с людьми, которые действительно могут что-то сделать, каким-то образом помочь в его жизни давайте посмотрим перспективы на ближайший месяц с загаданным человеком перспективы здесь хочется скорейших перемен, здесь хочется идти в новую жизнь, как можно скорее здесь хочется приехать, но пока это не получится загаданный человек загаданный человек по первому варианту он хочет все изменить, он хочет идти в новую жизнь он хочет быть героем, он хочет быть победителем он хочет быть по отношению к вам классным, не знаю, любовником, героем но сейчас пока не получается если речь будет идти о поездке потому что у многих может проиграться поездка издалека, либо приезд, либо свидание в ближайшие месяцы это не произойдет потому что это невозможно пока это невозможно ему нужно к вам приехать самое что элементарное можно сделать это общаться, общаться по телефону как разговаривать, контактировать но на перспективы ближайший месяц свидание здесь пока скучает, тоскует и чувства у него к вам есть но вот какое-то такое тяжелое состояние сам не знает чего хочет сам не знает куда идти, запутался и вообще принял сейчас решение что самое главное для мужчины это деньги, будут деньги, будут отношения будет он героем, будет он победителем будет он королем Пентакли и все у него сложится пока как-то в себе разочарован но по вам скучает так второй вариант второй вариант давайте посмотрим что у него на душе к вам что у загаданного человека на душе к вам что у него в данный момент происходит в жизни что у него в доме как-то грустно ему хочется какого-то праздника хочется каких-то изменений хочется с кем-то пообщаться с вами скорее всего хочется пообщаться да возможно праздник будет какой-то возможно будет потому что карта наслаждения карта наслаждения выпивки возможно что-то будет отмечать очень похоже но да семейная либо есть семья либо просто в кругу семьи либо вот в доме будет что-то праздновать что-то отмечать что-то вкусное кушать но грусть печаль не хочется уже ничего хочется хочется каких-то перемен хочется какой-то скорости хочется какого-то движения, хочется других контактов, хочется другого общения. Что у него на сердце в данный момент? Опять что-то такое стационарное. Выпал король Пентакли, скорее всего, мужчина, на которого вы смотрите, это человек земного знака зодиака. Второй вариант, скорее всего, мужчина уточнила, еще и муж. У меня в общих раскладах король Пентакли часто выпадает мужем, плюс еще выпал император. Поэтому на сердце у него какая-то стабильность, причем она хорошая, она в плане, когда человека больше всего заботит, либо по жизни всегда заботит, чтобы все были накормлены, чтобы у всех все было хорошо, все было одеты, все было замечательно, никто не голодал, родственники, близкое окружение. На сердце материальные проблемы, то есть это же и не проблемы. Человек понимает, что он все обеспечивает, все, пресс-пауза во всем, ему как это надоело. Потому что ничего не происходит, он понимает, что двигаться дальше не может, он занят только тем, что думает о финансовом обеспечении. Для него это как наказание. То есть человек взял на себя очень много ответственности за всех, за близких, знакомых, за родственников и так далее. Попадает императором, скорее всего, ну, может быть, кого-то для семьи, а может быть, если человек не семейный, то как несет ответственность за семью, как самое главное, потому что его волнуют материальные проблемы. Даже те удовольствия, которые он на сегодняшний день имеет, они ему не приносят радости. Человек все равно уходит в какое-то легкое, такое депрессивное состояние, потому что хочется другого, хочется другого общения, хочется других контактов. Очень семейный, очень привязан к семье, очень привязан к дому, к родным и близким, к тем людям, за которых он, как он считает, несет ответственность. Потому что на сердце больше тоже материальные карты, то, что он имел, либо то, что боится потерять, либо то, что у него эта карта всегда накопление. То, что он копил, берег, сберег, уберег, и то, за что он держится, то, что он боится отпустить. То есть материальные вообще вопросы больше его волнуют. Что у него в надеждах и планах? В надеждах и планах у него, если есть любовница, любовница, либо девушка яркая, интересная, сексуальная, с которой он переписывается, за которой он следит, за которой он узнает, получает информацию о ее жизни, о том, что происходит в ее личной жизни. Ему интересно, ну, ему все они интересны, чем она занимается, с кем она общается, и ее планы на будущее. Ему очень интересно. Причем, давайте так, если смотрит, если действительно у этого человека есть любовница, то он также ее рассматривает, потому что в этой колоде восьмеркаковках это карта продолжения рода. Это карта потомков, это карта продолжения рода, наследственников, не знаю, как потомков, да, детей, которые будут его наследниками. То есть его тоже этот вопрос волнует. В планах есть такой, в надеждах и планах. О чем он хлопочет в данный момент? Ни о чем он не хлопочет, надоело ему все, ни о чем он не хлопочет, секса давно не было, давно переживает. Человек реально не было секса. В этой колоде это карта Евнуха. На картинке, если приблизите, можно увидеть, человек кастрированно лежит и печалится. То есть хотелось бы, но не может. Давайте так. О чем он хлопочет? Человека давно не было развлечений. Если смотрит любовница, либо смотрит девушка, с которой какие-то в данный момент непонятные встречи, то он реально очень сильно переживает о ней. И здесь уже получается, что у него в доме мужчину волнует, даже если человек женат, его волнует девушка, которая находится не по семье, которая находится на расстоянии. Давно у него не было секса, давно у него не было каких-то вот утех плотских таких, болезненные переживания. Да, думает конкретно о надеждах и планах у него свидания. Кто и что в его интересах, счастье, удовольствие. Мужчина заработался. Хочется ему любви, хочется ему ласки, хочется ему счастья, хочется ему какой-то легкости, стальной живите. Тайных утех. Да, мужчина смотрит, надоело ему все, здесь у него все стабильно, деньги, быт, комфорт, не знаю, купили что-то новое в дом. Ему хочется счастья, ему хочется наслаждения, ему просто хочется оторваться, как королю кубков, потому что устал брать ответственность. Ему хочется, как королю кубков, просто получить удовольствие. Что у него на душе к вам? Хочется начать заново. Так, новая волна. Хочет какого-то обновления в ваших отношениях, хочет стабильности, хочет ясности, очень сильно переживает. Такое ощущение, что вы не особо хотите с ним идти в отношения. Из-за чего? Из-за того, что, возможно, человек семейный, либо из-за того, что вы хотите встречаться только с человеком для серьезных отношений, для семьи, для совместного проживания. У него этот вопрос на душе, он не знает, как из этой ситуации выйти. Потому что если человек женат, по второму варианту, то он не знает, что он вам действительно может предложить, потому что здесь четко поставлено условие. Вы хотите встречаться для серьезных отношений. А он хочет как-то обновить ваши отношения, он очень переживает. Сердце разбито, он страдает из-за того, что он хотел бы какой-то стабильности, надежности, он не хочет вас терять. Он не знает, что вам предложить. Боится потереть. По второму варианту, мужчина очень боится вас потерять. Так, что или кто в его любви в настоящий момент? Никого человек не любит. Либо в его любви то, что было разрушено. То, что было разрушено, были какие-то отношения, по его мнению, или, возможно, стабильные, возможно, вот была у него какая-то такая уютная гавань, куда он мог приезжать, где он мог проводить время, где он мог наслаждаться, где он мог, не знаю, там, где его могли выслушать, там, где могли с ним поговорить, пообщаться. Ему было очень интересно общаться с этим человеком. Но там сейчас все разрушено. Либо все закончилось, либо разрушено. И вот, что у него в любви, отношения, которые разрушены. С кем он общается? Ну, если дословно, общается с друзьями, со спонсорами, с людьми, которые связывают рабочие вопросы, либо с друзьями. Какая-то болезненная ситуация у него в плане денег, потому что здесь человеку необходимо какое-то финансирование, какие-то дополнительные вливания. Человек ищет спонсоров. Либо в данный момент он общается только с людьми, у которых есть деньги, которые могут ему чем-то помочь. Да, возможно, это близкие друзья, но на сегодняшний день я не вижу тут других женщин, общается с друзьями и с людьми, которые реально может оказать ему помощь, потому что к чему у него проблемы? С бизнесом. Ну, может проиграться, конечно, в семье, но, как сказала, так сказала, бизнес-бизнес, я просто об этом спрашивала. И пытается принять какое-то мудрое решение, но общаться будет с близкими, кто каким-то образом имеет отношение к финансовым вопросам. С кем он разговорит? Так, это он с ними разговаривает. С кем у него свидание? С кем он встречается? Так, встречи очень такие камерные, встречи одиночные, с компаниями не встречается, но с людьми, которые ему близки, с людьми, которые действительно могут ему как-то помочь, или по-другому можно сказать с людьми, которые близки сердцу. Кто эти люди? Опять же, то жезлов, то спинтакли. В данный момент я не могу сказать, что у мужчин есть женщины вообще. Очень приземленный человек. В данный момент занимает только вопросы бизнеса, вопросы будущего, вопросы спонсирования, вопросы, как ему вырезать из этой очень тяжело сложившейся ситуации, очень тяжелой ситуации на работе, в бизнесе. Здесь не о женщинах вообще, здесь действия, связанные с какими-то долгими ожиданиями. Если он занимает какие-то руководящие посты, нужно принимать решение, брать ответственность, потому что напрямую потом его близкие, его семья будут зависеть от этих денег. А он бесится и злится, потому что слишком много под ним людей, которые от него зависят. А ему хочется какой-то легкости, ему хочется провести время со страстной женщиной, которой он ревнует, которой он следит, которую он рассматривает на будущее, которая у него в планах на будущее. Но пока это его тайные желания, пока это его тайные мечты, человек все равно очень материально, очень ответственный, у которого очень много обязательств, связанных с материальными вопросами. В настоящий момент вокруг него нет никого, ни других женщин, ни секса. Секса причем очень давно не было. Есть такая карта в этой колоде, что действительно человека давно не было. Хочется легкости, хочется просто отдохнуть, уехать, расслабиться. Давайте я посмотрю, какие у вас перспективы с этим человеком. Ну, во-первых, он переживает, что у вас за это время может появиться соперник, у него может появиться соперник, у вас может появиться другой мужчина. То есть, у него есть такой страх, если вы встретите мужчину одинокого, мужчину несвободного, то все, на этом все закончится. Он очень боится, что ваши отношения по смерти перейдут. Да, он очень боится вас потерять. Вы уже реже стали общаться. Да, он боится вас потерять. У него сейчас такие мысли, что если вам попадется человек, который свободен, потому что второй вариант идет мужчина несвободный. Если вам попадется мужчина, который еще один, одинокий, то вы, в принципе, можете выбрать, вы можете создать с ним серьезные отношения, тогда он окончательно вас может потерять. он очень этого боится. Но в ваших отношениях в ближайшие несколько месяцев идут серьезнейшие трансформации. Куда еще они могут зайти? Не хочу никого обнадеживать, но второй вариант, мужчина подумывает о разводе либо подумывает о официальном браке. Это все тяжело, ну, то есть, смотря у кого какая ситуация. Если мужчина женат, то подумывает о разводе. Вообще, как это будет выглядеть, как он материально это потянет, что у него может получиться, что не может получиться. Если мужчина свободен, тогда может проиграться и то, что он понимает, что женщина хочет серьезные отношения. Если он не сделает, не примет какое-то решение, не предложит для женщины что-то конкретное, то женщина, в принципе, может от него уйти, он может ее потерять. А он хотел бы победить, добиться вас, потому что я вас спрашивала, любой ценой он вас отпускать не хочет. Третий вариант, колода Висконсия. Марсельская корова. Посмотрим, что у него на душе к вам, что у него там в доме происходит, что у него на сердце, что у него в планах, что у него в любви и так далее. Что у загаданного человека в данный момент в доме, вообще что его окружает, что у него происходит в жизни. какие-то перемены. Такой вариант, человек может поехать отдохнуть куда-то, как поездка в отель, либо переезд, либо смена дома. Это не переезд, это как, возможно, человек в эти выходные, либо в ближайшее время, в ближайшие дни куда-то уедет. У него сейчас волнует поездка. Болезненная ситуация, просто хочет отдохнуть. Очень тяжело, очень тяжело на сердце. В последнее время очень многое произошло. Хочется, в таком соединении человек хочет сбежать. Вообще хочет сбежать, скрыться, спрятаться, сделать ничего не может. Разбитые сердца скрывает. Да, очень много переживаний. Возможно, в последнее время у человека произошли какие-то серьезнейшие трансформации, связанные с чем? Ой, дьявол, звезда. Но тут у кого-то могли быть чистки-привороты, у кого-то просто какая-то зависимость, каких-то не очень хороших отношений. Возможно, человек сделал поставил ставку не на тех людей, не на ту женщину, не на те отношения. Но было какое-то искушение по дьяволу. Очень тяжелые события, потому что уже после смерти уже произошла какая-то определенная трансформация, изменение в жизни, кардинальное изменение в жизни. Он недоволен тем, что произошло. Он понимает, что ничего не меняется, в ближайшее время измениться ничего не может. Это такое вот состояние смирения. Смирение и повиновение. Если я ничего сделать не могу, максимум, что могу, просто могу съездить на несколько дней отдохнуть, потому что человек не может действовать. Он как бы может сохранять какую-то стабильность вокруг себя, но действовать он никак не может. Что у него на сердце? Выбор. На сердце выбор семьи, любви. Либо здесь человек уже поспешно сделал выбор, поддался дьяволу какому-то искушению, либо до сих пор он пытается принять решение, он запутался. Из чего он убирает? Опять же, дьявол. Здесь какие-то зависимые отношения, какая-то борьба, внутренний дискомфорт. У кого-то могут еще проиграться вопрос любви, секса, желаний и вопрос семьи, детей, ответственности. На одной чаше весов у человека стоит какая-то ответственность, дети, семья, обязательства, любовь к детям, а другой страсть. Там дьявол, там реально человек тянет куда-то. Он не может, он хочет куда-то, но вот у него то ли он теряет семью ради какой-то зависимости, то ли он хочет на все это, на что-то применять, но запутался. И давно у него это тянется, он не может выйти из этого состояния. Потому что на сердце у человека до сих пор выбор и потеря семьи, и потеря отношений. Что у него в надеждах и планах? Не может он строить никакие планы, у него все рушатся. У него все планы рушатся. Вот такое ощущение, что человек сделал выбор. Да, возможно, по третьему варианту у кого-то были стабильные отношения, у кого-то были семьи, у кого-то были дети. Просто отношения. Здесь появляется какое-то искушение, страсть. У человека новые планы, новые идеи, новая скорость, новое движение, он видит, куда он хочет. А сейчас осознание того, что прошло время, а ничего не меняется. То есть у него рухнули все планы. Он понимает, что то, о чем он мечтал, то, на что он пошел, то, на что он поставил ставку, тяжело воплотить в жизнь. Здесь крушение всего. То есть он уходил, возможно, что-то оставил, сделал выбор, возможно, поспешно оставил что-то за спиной в надежде пойти в светлое будущее. А здесь не понимает, что все, уже этих планов нет. Он как-то называется, говорят, лошадей не меняют. на полпути. Здесь человек пытается переобуться уже в ходе, в процессе. Либо он как-то громко обо всем об этом заявил, потому что старший Аркан, что вот я иду по завезде, у меня новые планы. И начинается все со скорости, с победы. Я иду в новую жизнь, в стабильность, я тут действую активно. И не знаю, здесь все рухнуло. У него все планы рухнули. Он сейчас не знает, что ему делать, потому что нужно позиционировать себя все равно героем-победителем, человеком, который действует. А здесь как бы этого не может быть и нет этого. О чем он хлопочет в данный момент? В деньгах он хлопочет. Либо собирает он, его раздражает какой-то человек, либо он как-то внес какие-то кардинальные перемены в его планы, потому что хлопочет что-то на человеке с деньгами, о короле Пентакли, либо о мужчине, который являлся его спонсором, либо мужчина, на которого он рассчитывал в плане финансов, либо его партнеру, у которого есть деньги. Но он его раздражает, он его бесит, там либо ссора, либо скандал, либо выяснение отношений, потому что все пошло не так, он многие вещи как бы списывает на него. Вообще вся эта ситуация он списывает на... Ну, короче, есть два виноватых. Король воздушного знака люди, которые, видимо, его не поддержали, люди, которые с ним как-то не пошли. такое ощущение, что вот он либо его списали со счетов, либо он надеялся на их помощь, а... ну, как бы они его не поддержали. Они его не поддержали, и здесь как не сложилось. Ну, вот такая история. Хорошо, что у него на душе к вам? Вот к вам, что у него на душе? Любовь. Такая отшельническая Любовь Короля Жезлов. Неважно, ладно, уже запуталась, где ваш Король, какой масти, да, здесь может быть любой масти человек, очень много Королей вышло, но по отношению к вам он Король Жезлов, Король, который действует, Король, который принимает решения, несет за вас ответственность, но по мудрости он понимает, что чувства у него к вам есть, потому что что у него на душе? На душе у него Любовь. По отшельнику, да, возможно он не придет, да, возможно он будет где-то в стороне, но это еще как любовь отшельника, любовь, когда он не рядом находится, но он понимает, что вы его союз, вы его что-то родное и близкое, у него к вам чувства, что у него в мыслях к вам, вы его семья, вы его солнышко, семья. Стоит за сеткой Пентапли, он очень переживает. Такое ощущение, что третий вариант, как от вас ушел резко и неожиданно человек, принял решение, а сейчас понимает, что семья и любовь это было там. либо в отношениях был с вами, а сейчас куда-то сбежал, ушел и понимает, что это было все в бутафоре, это были планы, которые неосуществимы, они уже разрушены. Он понимает, что не будет так, как он мечтал, либо так, как он заявлял. А вы для него что-то стабильное, переживает, переживает, осознает какие-то вещи, сделает ли шаг, нет, шаг не сделает император. Император нет, будет пока сидеть, наблюдать, и будет создавать образ, что у него все зашибись, вообще все у него идеально, все у него классно. На самом деле, там все уже рухнуло. Там уже ничего нет, его даже друзья близкие не поддерживают, либо партнеры его уже даже не поддерживают, ни в чем. Так, о чем он хлопочет в настоящий момент? Да, он хлопочет о своей личной жизни, о своем будущем, о своей семье, о своей семье из прошлого, о любимой женщине. Ну, хлопочет о семье, ну, просто божий суд, две женщины у человека, пентакливая, кубковая, неважно, две женщины. Уточнила просто, потому что здесь есть женщина из прошлого и женщина из настоящего, но хлопочет он о своей личной жизни. Причем его волнует больше вопрос, где ему было лучше, где у него действительно была семья, где он чувствовал себя главой семьи, где он действительно ощущал себя как дома и где у него по-настоящему была семья. Что в его любви, кто в его любви? Потеря. Потеря долгое ожидание выпала королева Жезлов, сильная женщина, властная женщина, которую он потерял очень давно. Ну, здесь выпадает потеря женщины. С кем он разговор разговаривает, с кем он общается? Ну, пишут, все мужчины все продажные такие. Да, он разговаривает с людьми, которые могут ему как-то принести, с которыми, ну, во-первых, люди, которые ему могут помочь материально. Второе, люди, которые действительно могут помочь ему исполнить его планы, что бы то ни стало как-то на это поэтому взаимодействовать. Ну, как-то вот они могут с ним взаимодействовать, у него что-то будет получаться. Люди, которые могут помочь ему финансово, люди, которые могут дать ему удовольствие, люди, которые могут поддержать его. Ну, сказать вот, что он даже особо с ними не разговаривает, но поддерживает контакт. Он все равно такое ощущение, что в данный момент он блокируется, рабочие вопросы какие-то решает, собирает информацию, но я не могу сказать, что у него активное общение есть. Такое ощущение, что он вообще всех потерял. Эти с ним до Каролини общаются. Как-то он либо зазнался, либо вот как-то резко ушел, смотрите на меня все, я ухожу, вот смотрите, я пошел, а вы догоняйте. А здесь не получается. Сказать, что он со всеми общается, он больше наблюдает, как-то общается из-под тяжка, либо какая-то короткая переписка, но либо только вопрос помощи денег, либо конкретно вот о чем-то, либо только с людьми, даже фигурных карт нет, которые ему могут чем-то помочь. С кем у него встречи, с кем он встречается, общается, то с мучей. Сила. Но это люди, которые властные, люди, которые могут открыть ему дороги, люди, которые имеют право принимать, ну, либо люди, которые имеют отношение к закону, либо люди, которые имеют отношение к документам, к закону, принятию решений, которые могут как-то двигать я не могу сказать что это женщина женщина него какая то есть сейчас даже тайна он ни с кем не общается какие у него перспективы с вами пока у нас пауза есть какая-то переписка возможно может быть какая-то переписка если у кого-то есть общий детстве проиграется через детей но вообще общение практически нет может быть редкие сообщения что после паузы какие-то редкие сообщения почему потому что он так себе идет так себе представляет он хочет быть героем если любой момент может все измениться почему потому что ну здесь может быть любой новый виток и неизвестно как это все закончится потому что человек все равно ему все равно придется вами общаться как бы он не замолкал как бы он не ходил в паузу все равно не обходить необходимости с обязательством которым должен общаться но по третьему варианту в любой момент может все измениться ситуация может вернуться в момент совершенно другую сторону которую вы не ожидаете совершенно новая может быть волна почему потому что у него все равно воспоминание о вас как когда него было все стабильно когда у него был какой-то тыл когда у него была работа и когда у него была семья сейчас у него по сути чек пошел какую-то новую жизнь новое светлое будущее которое не сложилось и если сравнивать он понимает что с вами может быть было как-то проще но но надежнее а там вообще ничего то есть какие-то несбыточные мечты такой третий вариант всего вам доброго и до свидания до скорых встреч